Добрый день, дорогие друзья! Поверьте, солнечный, но истенистый Анапы нашел себе тенечек. Сегодня у нас жара. Море прогрелось уже вот такое. Друзья, прям с самого утра все купаются. Мы сегодня с вами рассмотрим вариант отдыха. Две студии в Апарк Кавказ, которые находятся на первом этаже. Будут удобны очень многим людям с широкими коридорами. В общем, смотрите более подробно, как это выглядит. Потому что такие варианты, я думаю, что вы 100% искали. Итак, отсюда у нас очень близко до моря. Прям крайне близко, потому что мы находимся на Пионерском проспекте. И это первый подъезд, который находится прям рядышком с ним. Удобнее просто не придумать. С правой стороны у нас есть аквапарк, есть магазины, кафе, кафетерии. То есть вся нужная инфраструктура здесь уже существует. То есть вам надо только приезжать, отдыхать и наслаждаться в своей собственной квартире. Вдалеко от городов и агломераций. И на лучшем пляже Пионерского проспекта, на котором мы с вами прогуляемся. Ну а сейчас давайте зайдем вовнутрь и посмотрим вообще в принципе, что там находится. Первый этаж, мы заходим. Здесь у нас прихожая. Прихожая у нас общая на две студии. Задняя дверь закрывается. Далее каждая комната расположена под своим собственным звонком. Здесь можно оставить верхнюю одежду. Также есть стиральная машинка. Она для левой студии находится. И место разместить в вашу обувь. В принципе, все очень удобно. Давайте смотреть сами студии. Закрывается дверь на замок с ключом. То есть никаких вопросов у вас по доступу. Там кого-то кому-то не будет. Закрыли, все. Вы находитесь на своей территории. Итак, здесь у нас проход туда дальше. С левой стороны у нас санузел. Смотрим сразу его. Раковина, унитаз, полотенцесушитель. Есть зеркало со шкафчиком. С правой стороны большая душевая зона с тропическим душем. Выходим далее. Здесь у нас большая просторная комната. С правой стороны у нас двуспальная кровать. Есть раскладывающееся кресло. В углу стоит шкаф, телевизор, спецсистема, по прямой холодильник, стол, два стула. С левой стороны у нас кухонная зона. Есть микроволновка, вытяжка, набор полностью всей необходимой посуды. А здесь даже есть зеркало. Вот так вот выглядит место для хранения. Места здесь много. Фен тоже есть. Также есть свой собственный балкон. Выходим на него. Здесь у нас такой вот диван. Есть сушилка. И очень много света и пространства. И чтобы убедиться, посуду абсолютно все принадлежности. Смотрим комнату номер два. Она больше. Заходим. Очень большой просторный коридор. С правой стороны у нас также санузел. Открываем. Здесь большая просторная душевая зона с тропическим душем. С правой стороны унитаз. Над ним полотенце-сушитель. С левой стороны у нас стиральная машинка. Столешница с раковиной, феном, большим зеркалом. Здесь можно установить свои мыльные принадлежности. То есть, в принципе, все есть. Даже стул для ребенка предусмотрен. Проходим далее в комнату. Здесь по правой стороне у нас кухонная зона. Также с большим набором посуды. Есть раковина, плита, фасуда, вилки, ложки. Ну и все остальные принадлежности есть. Далее стоит холодильник. И прямо выход на балкон. Поворачиваем камеру. С левой стороны у нас спальное место. С правой стороны у нас стол и стулья. Для того, чтобы можно было пообедать. Также есть микроволновка, телевизор. С левой стороны большое место для хранения. Здесь тоже очень красиво так отделена комната такой мебелью. Место для хранения выглядит вот так. Подушки, плечики. С левой стороны есть набор полотенец, простыни. И выходим на балкон. Здесь у нас есть раскладывающееся кресло. Такой стул рядышком с ним. Поворачиваем камеру. Сушилка и балкон. Тоже светлый и прекрасный, как и должно быть. Что касается цен. Она, как понимаете, ребятки, зависит от сезона и количества гостей. В летний сезон от 4 до 5,5. Сентябрь 3,504. Май 3,3,500. Также сдается в межсезонье за 14,000 рублей в месяц. Вот такая ценовая политика от хозяев. Квартиры посмотрели, всю информацию узнали. Теперь я вам предлагаю прогулочку по инфраструктуре, которая находится с правой стороны. Посмотрим на нее со стороны. Прованс-кафе, как я говорил, можно взять кофе с собой. Здесь на Windows 5 за 600 предлагают. И аквапарк Кавказ. И вот так он выглядит. Здесь шезлонги по бокам. И работают горки, на которых можно покататься. Далее здесь есть аптека. Также есть салон красоты. Фитнес-клуб Мора. И вкусные продукты супермаркет. Так что, друзья, можно сюда приходить на втором этаже в столовую поесть. А вот туда прямо фрукты, овощи. То есть абсолютно все, что вам только может понадобиться. Возвращаемся ко входу. Спасибо экскурсионной точке. Привет. Температура воздуха подбирается к 40 градусам. 7 минут, либо 600 метров. Нам показывает навигатор от подъезда пройти до пляжа. Как раз таки возле него я и стою. Отправляемся на море. И сейчас я уже вышел в этот прекрасный лес на Пионевском проспекте. Который единственный тут сохранился. И очень бы хотелось, чтобы он увеличивался и сохранялся в дальнейшем. Было бы очень круто. Тут по прямой Черноморец. Если был бы проход, то мы отсюда уже видим море. Но это детский санаторий, который восстанавливается. Кавказ сам тоже был детским санаторием. Сейчас его пытаются как-то там перестроить, застроить. Будем смотреть на то, как оно будет получаться. Хотелось бы, чтобы детским и осталось. Тут какие-то уже домики появляются на нем. И мы можем увидеть, что с правой стороны есть остановка. Кстати, вот с той стороны у нас находится Кубанская Нива. Окна у нас выходят на эту сторону и угловое. То есть здесь вполне себе удобно и комфортно вам будет на отдыхе. Тут у нас вместо сосен, которые убрали, высадили Туй и Юки, я так понимаю. То есть какие-то деревни. Ну сказали, что были сухие, поэтому их отсюда и выпиливали. А вот с правой стороны остановка, это остановка в Витязево. Сев на 128-й либо 114-й, то вы можете доехать до нашей Паралии. Там получить развлечение в виде большого количества аттракционов. Самой Паралии, куча там баров, развлекательных учреждений. В общем, все есть. Есть также здесь туалет. Здравствуйте. Должен работать. С левой стороны у нас есть ресторан, кафе. Наверное, лаванда называется. Тут работает фонтан. По прямой проход к морю, друзья мои. Вот это дальше есть хуторок, столовая, которым многие хвалят. Здесь пешеходный переход официальный, поэтому вас здесь пропускают. Очень красиво озеленение и, наверное, самый красивый вход на пляж под арочку Кавказ. Единственное, чего до сих пор не понятно, зачем заборы по бокам. Это было так просторно. С левой стороны аптека, кафе. И там дальше разные торговые площади есть, которые можно прийти, купить фрукты, овощи, одежду там и так далее. То есть все, в принципе, по инфраструктуре максимально есть. Сейчас мы видим уже время у нас 10.45 и большое количество людей идет. Привет! Как на пляж, так и с пляжем. Это приятно, что везде наши подписчики, которым я ранее снимал Кавказ, они те всегда приезжают на отдых счастливые, довольные, прекрасные и классные. Кавказ я открыл для себя не с самого детства. Как-то лет 9 назад я снял видео «Самый лучший пляж Кавказ». И в то время я взял больше 100 тысяч просмотров на нем. Тогда, поверьте мне, это были колоссальные просмотры. Это сейчас там ролик про море и отсутствие туалетов в начале сезона набрал у нас где-то 5 миллионов просмотров за месяц. А тогда 100 тысяч. Это оказалось прям какой-то колоссальной суммой в просмотрах. И люди сюда поехали. Потом появился ЖК «Кавказ». Отдых здесь стал более, так сказать, востребованным. Сейчас растет отелей количество, как грибы. И пляж выстраивается с скоростью очень быстро. Появился тротуар, забор. И самое главное, что он закрыт для автомобилей. И здесь комфортно можно гулять, не боясь ни за кого. Это самое прекрасное, что только может быть. Ни за кого это имеется в виду за детей. Также есть подсветка. Такие вот мусорки. Поэтому чистота и красота. В наших руках, дорогие друзья. Ближе к 40, 39,5. Температура воздуха с правой стороны. Туалет и душ. Менится. Здесь они платные были, насколько я помню. Туалет 50 рублей. Душ 70. Погамойка 20 рублей. Ценник Ахвай. Но хотя бы есть туалет. И выбор людей всегда присутствует. Это очень важно. Подходим к пляжу. То есть, пока с вами разговаривал, время пролетело крайне незаметно. Тут скамеечки есть. Обмывают деткам ножки морской водичкой, чтобы песок с собой не нести. Но дача уже полностилом. Мы с вами перебираемся и ползем туда дальше к морю. Кто-то сапсу будет дальше, но нет. Всякая торговля тут происходит. Жара. Ракушек подновезли. В общем, все для души, для наших отдыхающих. Раньше здесь торговый павильон стрелал. В этом году его нет. Но сюда что-то разровняли. Проход хотели сделать. Можно сцеллари на который эти. Интересно. На проходе есть. У них все-таки даже по пути исследования к пляжу. Ну и самые высокие дюны. Конечно же на Кавказе. Эх, красота, друзья. Самый главный показатель. Это счастливые лица людей, которые идут с пляжа. Что может быть лучше? Здесь и плетут косички. И указатель на другие места. Кстати, вторая мусорка. Слушайте, круто. Прям туалет есть. Мусорки есть. Сейчас чуть повыше заберемся сверху. Посмотрим на все пляжные территории. Видит на самый лучший пляж Кавказ. Смотрите. Здесь упираются люди. Ну их тут не сказать, что много. Потому что после вчерашнего джемоте, я думаю, вам кажется, это прям райское место. Поворачиваем камеру вот сюда, левее. Вообще пустота. Потом дальше там опять выход к морю. Возле речки может быть опять много людей. Потом опять пустота. В общем, чуть влево-вправо прогуливайтесь. С правой стороны такая ситуация. Возле Кубанской Нивы тоже пустенько. И находитесь в свободные пляже. Место под солнцем, где никого нет. И можно со спокойной душой приезжать и отдыхать. И думать, что море только ваше и вашей семье. Ребят, поэтому это то пляж. Лучшее место для приезда сюда на море. Поэтому я его так и назвал. Самые высокие дюны. Они сформированы здесь тополями. Видите, и вовсебистые есть, но тополя дают размер гораздо больше. И вот такая красота. Песок кварцевый, великолепный и классный. Ну и место на пляже. Вот так. Давайте на море посмотрим, какой он здесь. Да, ребятки, я то поприближал в джемоте вообще просто. Да и витязи во в ту сторону тоже творится невообразимое. Очень круто. Проход до моря. Здесь можно там по прямой пройти. Возвращаемся на центральную дорожку все-таки. Но я вам показал, что влево, если будете уходить, море там будет гораздо более свободное. Хотя здесь людей не особо много. Тут доль джун, видите, да. Своих пляжей понаделали все настилов. И по ним можно прогуливаться, выбирать разные пляжи. Через территорию любого пляжа вас должны пропустить к морю. Без использования их инфраструктуры. Это в законе ходного кодекса у нас прописано. Здесь мы видим желтый флаг. Кстати, я не вижу торговых площадей в этом году. Вот с правой стороны аккуратный, красивый бар стоит. Там попкорн, водичка, мороженое, все есть. Есть переделалки с ограниченными возможностями для людей. Массаж делают. То есть очень круто и удобно для всех, кто приезжает в Краснодарский. Первый этаж я сегодня показывал. Сезон 8 до 8, 400 рублей. Здесь все подписано. Какие большие молодцы в этом году. Очень большое расстояние сделано до береговой линии. Никто не возмущался. Это прекрасно. Ну и количество людей, которые здесь отдыхают, вы можете сами увидеть. И выбирать себе уже места. Как я и показал, там вообще никого идет практически, друзья. 39 температур. Здесь прокат сапов ведется. Огородились от всех. И мы подходим к морю, ребятки. Смотрим на нашу кайфовую водичку и людей, которые здесь ей наслаждаются. Это прекрасно. Здесь, кстати, на Кавказе глубина сразу идет от берега. Может быть, кому-то и в кайф будет, кому-то не очень. Прекрасное место с лучшим пляжем, свободными местами в пик сезона. Это круто. Температура водички 26. Море немножечко держится, но уже ниже не опустится. Сейчас 40 воздух. 26 температура воды. Приезжайте, охлаждайтесь на дюны. Прогревайтесь. Будет лучшая закалка. На самом-то деле море теплое. Только вот контрасты очень сильные. Эх, помню, июнь. Все там мечтали, чтобы она до 20 прогрелась. Вот прогрелась. До 20. Пару дней, друзья, уже стоит хороший показатель температуры. Так что можно приезжать, наслаждаться. Друзьяшки, прежде чем покидать эти места, хочу с вами немножко еще по пляжам прогуляться. Ну и показать вам инфраструктуру, в принципе, и количество людей. Что действительно есть места, где их практически и нет. И вот он в свободной пляжной территории. Здесь люди только в основном отдыхают в лежаках. Водичка чистая, прекрасная. Все фотографируются у моря. В общем, такая красота и чистота. Меня очень радует в этом году, что береговая линия всегда чистая. Пока негде я поджался на это не могу. Есть, конечно, проблемы в местах, где гниют водоросли. Но не у нас это происходит. И меня это радует. Надеюсь, что у нас не произойдет. Просто смотрите, какое море. Здесь прокат. И яйца, бананы, таблетки, катамараны. Здесь пляж Кубанской Нивы. 20-метровая зона, отсюда никого не выгоняют. Сейчас люди вообще уйдут и смотрим, как дети врываются. С визгами, писками. Просто кайф. Но мы идем дальше. Повторяю, чистейшее море. Красивее, прекраснейшее. О чем еще можно мечтать? Кайфово смотреть, как детки такая очень. Вот у нас счастье для новчан. Видеть, что их пляжи действительно дети используют. И тут копаются все в песке. Выходим дальше. Пляжи здесь уже вообще доступны совсем. Свободны для каждого, в принципе. Красота. Это Сибирс Резорт. Дальше Афарина пляж. Друзья мои, мне здесь уже пора выходить на берег. Вам желаем всем светлого ясного. Прекрасно. Сегодня можно было погулять с эфиром бы. Но есть один момент, в котором 40 плюс температура. И ты думаешь, зачем тебе оно надо? Здоровье важнее. Всем пока. Ну а я вас очень сильно жду. Приезжайте и отдыхайте. В этом обязательно году. Можно не у нас. Пляжей много. Выбирайте под свой вкус и цвет. Самое главное, улыбайтесь. И будет вам привет. Сейчас для вас по традиции море, друзья мои. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok